Доброе утро или добрый день, дамы и господа. Добро пожаловать на первый вебинар из серии вебинаров, которые будут посвящены сотрудничеству британскому и российскому. У нас присутствуют представители Британской полярной сети и Ассоциации молодых полярных ученых российского отделения. Сегодня мы будем обсуждать сотрудничество и сегодняшний вебинар будет проводиться в форме дискуссии. Пожалуйста, следите за объявлениями о последующих вебинарах, они будут проводиться каждые две недели. До того, как мы перейдем непосредственно к обсуждению актуальных вопросов, хотелось бы отметить несколько организационных моментов. Во-первых, мы будем придерживаться этических принципов дискуссии во время проведения нашего вебинара, которые отражены в правилах Кодекса поведения организации молодых полярных ученых. Гиперссылка здесь дана, это первое. И во-вторых, вебинар будет проводиться на английском языке, но у нас доступен синхронный перевод на русский язык, поэтому вы можете выбрать соответствующий язык. Есть пиктограммка Globus, внизу экрана Zoom. Выберите, пожалуйста, соответствующий язык. И, пожалуйста, если вы выбрали язык, на котором вы хотите слушать вебинар, то, пожалуйста, и говорите на этом языке, не переключайтесь туда-сюда. Если вы понимаете по-английски, то, пожалуйста, оставайтесь на английском канале. Эта сессия записывается, видео будет заархивировано и размещено в интернете после мероприятия, и надеюсь, что все вы получите гиперссылку еще и на запись этого мероприятия. Если возникнут какие-то проблемы с гиперссылкой, пожалуйста, сообщите об этом нам. И также хочу еще раз подчеркнуть, что, пожалуйста, отключайте свои микрофоны на время выступления, но если вы хотите озвучить свою точку зрения, пожалуйста, напишите нам сообщение в чате, и мы тогда сможем дать вам слово, либо ответить в песенном виде на ваш вопрос. До того, как мы перейдем к обсуждению, я бы хотел немножко вам рассказать, откуда вообще взялась идея провести серию вебинаров. В прошлом году мы реализовывали проект, который был нацелен на выявление пробелов в области сотрудничества британско-российского сотрудничества. Был опубликован отчет и дорожная карта будущего сотрудничества, и, насколько я понимаю, в чате уже есть гиперссылка на этот отчет. Соответственно, на основе этого отчета мы выявили ряд вопросов, которые необходимо урегулировать, и текущая серия вебинаров нацелена как раз на проработку некоторых пунктов, включенных в дорожную карту, то есть, например, создание пошагового руководства по установлению научных связей между Великобританией и Россией, создание списка существующих двусторонних исследовательских проектов с указанием контактной информации, создание списка финансирующих организаций для двусторонних проектов, установление открытого диалога между научным сообществом и политиками, как в Великобритании, так и в России, что очень важно, создание пошагового руководства по оформлению вис и разрешения, вы все прекрасно знаете, что этот процесс может очень сильно затянуться, определение и установление формата для облегчения обмена знаниями и данными между научными партнерами, оцифровывание или перевод существующих документов, ну и, наконец, изучение английского и русского совместно. Собственно, у меня на этом все, я передаю слово Ариану и надеюсь, что у нас получится продуктивная дискуссия. Большое спасибо. Большое спасибо, Сауле. Добро пожаловать, дамы и господа, на сегодняшнюю сессию. У нас сегодня будет ряд очень интересных выступающих, и я бы хотел попросить докладчиков представиться с самого начала, просто фамилию, имя, отчество, должность, в какой организации вы работаете, и после этого начнем обсуждение. Начнем мы, наверное, с первого докладчика, прямо по списку. Том Уильямс, пожалуйста, представьтесь. Спасибо, Рианан. Добрый день всем. Меня зовут Том Уильямс. Я аспирант в университете Саут-Гемптона в Великобритании, и я также сотрудничаю с студенческой группой в Лавальском университете в Канаде, и я являюсь руководителем проектной группы АПЕКС. У меня на этом все. Спасибо, Том. Бен, Бойс, пожалуйста, вам слово. Добрый день всем. Меня зовут Бен. Я аспирант в университете Брайтона, и, кроме того, я руководитель отделения, британского отделения Ассоциации молодых пожарных ученых, который занимается всеми вопросами сотрудничества между российскими и британскими молодыми учеными. А с российской стороны у нас есть докладчики? Татьяна уже на связи, она подключилась к сессии. Татьяна, вы не могли бы представиться? Да. Вы кого имеете в виду? Татьяну Яковлеву? Да-да-да, просто я думал, что несколько Татьян могло подключиться. Да, хорошо, сейчас я включу камеру. Добрый день. Меня зовут Татьяна Яковлева. Я представляю британскую полярную сеть в России, я нахожусь в Москве, и, кроме того, я руководитель проектной группы, которая занимается арктическими исследованиями. Спасибо, Татьяна. Кроме того, с российской стороны у меня в списке еще указан Евгений. Евгений у нас есть среди участников? Наверное, нет. Нет. Я из России, я, если позволите, тоже хотел бы представиться. Да, конечно. Меня зовут Валентина. Я работаю в британском посольстве в России в секции по культурным и образовательным вопросам, и я также работаю в рамках программы «Университетский альянс», и основная задача нашей программы – это установление связи между британскими и российскими исследователями и молодыми учеными. Большое спасибо за то, что пригласили меня на сегодняшний семинар. Спасибо, Валентина. Очень здорово, что вы смогли присоединиться к сегодняшнему вебинару. И Лилия также к нам подключилась, насколько я понимаю. Вы не могли бы представиться? Да, здравствуйте, коллеги. Я буду говорить на русском. Егор, правильно? Да. Я сейчас нахожусь на русском канале, поэтому, видимо, меня переводят. Мне очень приятно. Спасибо большое, что вы все подключились и собрались. Мы ожидаем еще нескольких докладчиков со стороны России. Я надеюсь, что они в ходе дискуссии подключатся. Меня зовут Юлия Заика, и я представляю Польский научный центр Российской академии наук и также Национальный комитет АПЕКС в России. И буду рада тоже поучаствовать в дискуссии. Спасибо большое. Спасибо, Юлия. Очень рада приветствовать всех докладчиков. И получается, что у нас представлены обе стороны, то есть и Россия, и Великобритания. И тем более, что речь идет об опытных специалистах, которые уже успели повзаимодействовать и посотрудничать друг с другом. Собственно, начнем, что называется, с самого начала. Том, вы не могли бы рассказать о тех проектах, которыми вы занимались в рамках британско-российского сотрудничества? И в каком формате проводились проекты? Немножко расскажите вкратце о тех проектах, реализации которых вы занимались. Конечно, спасибо, Рианон. И начну я с первого проекта, над которым я работал. Это было в феврале 2020 года. Я принимал участие в научном семинаре в Санкт-Петербурге. И тогда это проводилось в очном формате. Основная задача была создать связи между британскими и российскими учеными, которые принимают участие в арктических исследованиях. Я рассказывал о своей аспирантской работе. И потом в завершении семинара нам пришла в голову идея, на основе которой мы потом подготовили научную работу. Моя личная цель – это установить связи в рамках нашей экспертной сети и посмотреть, как можно посотрудничать с российскими аспирантами. Я являюсь автором научной работы, в написании которой принимали участие российские аспиранты. С декабря до марта этого года мы занимались такими вопросами, как научная дипломатия, обмен российскими и британскими молодыми учеными. Это все проводилось в виртуальном формате, онлайн. И мы обсуждали различные вопросы, которые касались обмена знаниями между Российской академией наук и Южно-Гемпсонским университетом. И на выходе мы провели трехдневный научный семинар. И сейчас готовится научная публикация, посвященная этому вопросу. Ну и, наконец, в следующем месяце я буду работать по еще одному проекту, который направлен на развитие партнерских взаимоотношений, которые мы установили в рамках предыдущего проекта, для того, чтобы разобраться с последствиями климатических изменений для Арктики. И это все будет делаться в рамках Ассоциации молодых полярных ученых и Британской полярной сети. Нам хотелось бы, чтобы ученые, которые занимаются исследованиями в Арктике, приняли участие в этом проекте. Что касается публичной политики, то я научный исследователь, и я провел анализ по всем документам, которые относятся к научным исследованиям. И, собственно, в этом заключается моя роль. Мы также планируем провести трехдневный научный семинар. Спасибо. Спасибо, Том. Действительно, в достаточно большом количестве проектов вы смогли поучаствовать в разных форматах. То есть это и подготовка научных работ, и специальных докладов по политике. То есть по разным направлениям вы работали. Мне кажется, что вы приобрели достаточно богатый опыт и, что называется, усилили свой портфель. Вы сказали, что вы участвовали в программе обмена студентами. Вы не могли бы поподробнее об этом рассказать? В рамках первого семинара, который проводился в феврале 2020 года, я пообщался с учеными, российскими учеными из Санкт-Петербурга. И вот один из них работал на биологической исследовательской станции на побережье Белого моря. И, собственно, мне предложили в рамках моей обучения в аспирантуре приехать на эту исследовательскую станцию. Ну, конечно, ничего не получилось по очевидным причинам, но надеюсь, что в будущем у меня получится получить новое предложение и в результате постажироваться в России. Отлично, спасибо, Том. И тогда еще один вопрос, раз уже вы с нами начали это обсуждение. Какие советы вы могли бы дать тем молодым ученым, которые только-только начинают сотрудничать с иностранными коллегами? С какими сложностями приходилось сталкиваться? Или, может, наоборот, какие-то плюсы вы хотели бы отметить? Да, конечно. Первое, что я сделал, это провел исследования в конкретной области. Собственно, есть два способа. Во-первых, можно посмотреть на то, какие уже сети действуют. Например, Ассоциация молодых полярных ученых и сеть инноваций и научных исследований. Посмотреть на их веб-сайте, какие есть варианты. Если, например, рекламируются какие-то вебинары, вот такие, как этот, или проведение конференции, вы можете подать заявку на участие в них. Кроме того, можно изучить дополнительную литературу. В частности, я посмотрел, чему уделяется основное внимание стороны научного сообщества, какие есть публикации, и дальше изучил, какие есть возможные направления интересные. И после этого начал уже участвовать в различных конференциях и вебинарах, таких, как сегодняшний. Ну и не надо стесняться задавать вопросы. У меня с этим были проблемы. Но просто по мере работы я понял, что не обязательно задавать вопросы сразу. Вы можете попозже связаться с докладчиком, потому что контактную информацию обычно все предоставляют. Написать можно человеку потом по электронной почте. обсудить какие-то вопросы, интересующие обоих. И, наконец, надо искать полезные ресурсы. Ну, потому что сейчас уже все перешло в цифру, поэтому в интернете можно найти дополнительные ресурсы без проблем. И первое, что я, например, увидел, это веб-сайт, который называется Open Academics. Там очень интересные ресурсы, которые помогают правильно резюме составить, контактную информацию свою переслать. Вот, собственно, три таких совета я могу дать для развития дальнейшего сотрудничества. Отлично. Большое спасибо. И вот этот веб-сайт Open Academic, мне кажется, действительно очень полезный ресурс. Особенно, раз вы говорите, что он вам очень помог. Большое спасибо за то, что рассказали нам о собственном опыте и рассказали о том, какими ресурсами вы пользовались. Что касается тех сетей, в рамках которых вы работали, я, наверное, хотел бы передать сейчас слово Татьяне Яковлевой. Извините за то, что неправильно произнесла вашу фамилию. Расскажите, пожалуйста, нам о сети научного взаимодействия. И я думаю, что это поможет тем людям, которые хотят заниматься развитием сотрудничества. Да, конечно, с удовольствием. Сейчас я только камеру включу. Вот, собственно, сзади меня есть плакат. Той организации, в которой я работаю, уже немножко объясняет, в чем заключается моя роль. Наша команда занимается исследованиями в Арктике. Я думаю, что целый ряд участников этого вебинара уже сталкивался с нашей сетью. 20 лет назад эта сеть была основана представителями Великобритании. Мы собираемся ее расширять, и расширяли ее последние несколько лет. Уже в 50 странах есть представительства. Вот, например, такие представительства, в которым я работаю. И основная задача нашей сети – это оказывать содействие в укреплении двусторонних взаимовыгодных партнерских взаимоотношений между британскими исследовательскими центрами и их коллегами из иностранных государств. Ну, в моем случае это, естественно, Россия. И, естественно, мы занимаемся инновациями, научными исследованиями, которые являются проритетными для британского правительства. Изучаем сильные и слабые стороны страны, в которой мы находимся, для того, чтобы способствовать развитию двусторонних взаимоотношений и помогать выстраивать партнерские взаимоотношения и сети, партнерские объединяющие и ученых, и различные научные проекты. Кроме того, занимаемся продвижением знаний в различных областях науки. И что касается России, то основной акцент делается на исследованиях в Арктике. Это, собственно, то, чем занималась я. Это основной проект, который реализуется совместно с Ассоциацией молодых полярных ученых. С 2018 года мы, собственно, начали этим проектом заниматься с тех пор, как Россия вступила в эту сеть. Ну и вот до пандемии мы проводили в очном формате семинары в Москве, в Кембридже. Ну и, кроме того, участвовали в других видах деятельности, которые были направлены на продвижение курсов обучения Арктист, программы Арктист в целом. И что касается молодых ученых и та деятельность, которой мы занимались по направлению арктических исследований, то сюда можно отнести целый ряд семинаров, конференций. В некоторых случаях проводились трехсторонние мероприятия, то есть привлекались еще коллеги из Финляндии, из других скандинавских стран. И основной акцент делался на обмене передовыми практиками, на выстраивании взаимоотношений и на поиске дополнительных направлений совместной деятельности на будущее. Мы занимаемся арктическими морскими исследованиями, наземными исследованиями, то есть это бореальные в леса и системы, занимаемся и продвижением ряда других проектов. Ну и, естественно, нам пришлось перейти на проведение вебинаров в онлайн-режиме. И, кстати, этот год был, наверное, одним из самых интенсивных с точки зрения количества мероприятий. И я вижу, что значительный интерес показывают и британские, и российские ученые, и надеюсь, что это позволит нам продолжить этот очень полезный диалог. Еще один полезный момент. В 2020 и 2021 годах российское представительство провело ряд британно-российских вебинаров. Это делалось для того, чтобы продолжать выстраивать взаимоотношения между научными кругами обеих стран, даже несмотря на разгар пандемии, потому что люди, естественно, не могли никуда летать, не могли заниматься полевыми исследованиями, не могли заниматься практическими работами. Но мы попытались создать дополнительные возможности для практического взаимодействия, и каждый вебинар был посвящен конкретному исследовательскому центру или университету. И с российской стороны выступали исследователи, которые выступали с краткими презентациями, в которых рассказывали о своих вузах, университетах, о возможностях дальнейшего сотрудничества, используя текущую инфраструктуру. И четыре вебинара таких было проведено, разные партнеры привлекались. Я могу сказать, что они прошли успешно. Мы их записывали, поэтому все материалы можно найти на нашем сайте. И я надеюсь, что целый ряд дополнительных интересных мероприятий будет проведен, потому что исследования в Арктике – это очень важное направление деятельности. Надеюсь, будут возникать дополнительные возможности, особенно сейчас, когда Россия председательствует в Арктическом совете с 2021 по 2023 год. И я надеюсь, что вы поучаствуете 16 ноября в нашем мероприятии, который будет посвящен климатическим изменениям в Сибири. Собственно, небольшая реклама. Совместно с Шеффилдским университетом организовывается это мероприятие. Если хотите, я поделюсь с вами дополнительной информацией чуть позже. И мы взаимодействуем с исследователями, с сообщественными исследовательскими центрами, поэтому рады получать от вас любую обратную связь по дополнительным возможностям. И также хотелось бы узнать, чем вы занимаетесь сейчас, потому что, насколько я понимаю, огромное количество сейчас интересных проектов реализуется и разрабатывается. И на этом, наверное, я остановлюсь пока. Спасибо. Спасибо, Татьяна. Большое спасибо за то, что описали целый ряд ресурсов и проектов, в которых мы можем поучаствовать для того, чтобы продвигать сотрудничество между Британией и Россией. Я так понимаю, что в будущем нас ждет очень много разных мероприятий интересных, особенно учитывая, что Россия будет председательствовать в Арктическом совете. То есть огромное количество возможностей есть для нашего научного сообщества. Так, теперь переходим к Валентине. Валентина, расскажите нам немножко, пожалуйста, о той работе, которой вы занимались и какие проекты реализовывались. Да, конечно. Собственно, я уже говорила о том, что я работаю в рамках программы университетского альянса. Я работаю в британском посольстве в Москве. И в рамках этой программы университетский альянс мы оказываем поддержку молодым ученым в основном. И, кроме того, мы пытаемся содействовать сотрудничеству между британскими и российскими вузами. И программа была запущена в 2019 году, когда приезжали в Россию ректоры и президенты британских вузов. И мы исходим из предположения о том, что самые успешные исследователи обычно на ранних этапах своей карьеры работают в иностранных государствах в течение достаточно долгого времени. Поэтому мы делаем акцент на мобильности и на содействии мобильности молодых исследователей. Конечно, возникают определенные сложности на пути сотрудничества между российскими и британскими исследователями. И наша программа направлена на то, чтобы в определенной степени снять эти сложности. Если позволите, я бы хотел вкратце расписать те виды деятельности, которыми мы занимаемся в рамках программы. Совместно с университетом Йорка мы разработали онлайн-курс обучения для российских молодых ученых. Мы им рассказываем о том, как на английском языке писать научные работы. И мы знакомим молодых российских ученых о требованиях, которые предъявляются к научным работам, которые публикуются в британских и международных научных журналах. И этот курс будет проводиться на ежегодной основе. И мы надеемся, что все больше и больше молодых российских ученых будут принимать участие в этой программе. Кроме того, мы запустили еще одну программу для молодых российских ученых, которые проходят обучение в аспирантуре и занимаются арктическими исследованиями, исследованиями, связанными с биологией, с медицинской сферой и с изменениями климата. В сентябре этого года было объявлено о начале этой программы. И российские аспиранты будут командироваться на срок от 3 до 9 месяцев в британские вузы. И мы надеемся, что эта программа также будет осуществляться каждый год. Это возможности для российских молодых ученых. Кроме того, мы участвуем в ряде партнерских проектов, проектах, реализуемых британскими и российскими партнерами. Есть программа, которая называется «Связи между исследователями». И благодаря этой программе мы можем финансировать проведение семинаров и перелеты британских и российских исследователей. В этом году семь таких грантов было выдано в рамках семи партнерских проектов. Вот, собственно, чем мы занимаемся для того, чтобы содействовать сотрудничеству между Великобританией и Россией. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете напрямую мне написать, и я с удовольствием предоставлю вам дополнительную информацию о всех возможностях, предоставляемых в рамках нашей программы. Спасибо, Валентина, за то, что поделились этой информацией. Кроме того, действительно, если кто-то еще захочет предоставить дополнительную информацию, вы можете это сделать в чате, потому что я так понимаю, что есть дополнительные источники финансирования и для британских, и для российских ученых в рамках совместных программ. А какой совет вы могли бы дать молодым ученым, которые только-только начинают заниматься двусторонним сотрудничеством? Какие рекомендации вы могли бы дать? Из личного опыта могу сказать, что самое успешное начало сотрудничества это участие в исследовательских семинарах, потому что российские исследователи приезжают в рамках таких семинаров в Великобританию, и наоборот, британские ученые приезжают в Россию. Обычно такие семинары длятся около недели. Это хорошая возможность пообщаться в очном формате и наладить, что называется, личные связи. И большинство проектов, связанных с научным сотрудничеством, вылилось именно из личных контактов, установленных на таких семинарах. Поэтому участвуйте, пожалуйста, в мероприятиях для исследователей. Очень интересное замечание. То есть вы считаете, что пандемия коронавирусная привела к дополнительным проблемам, потому что сейчас в очном формате не проводятся мероприятия? Да, конечно, коронавирусная пандемия привела к дополнительным проблемам, но очень многие семинары сейчас проводятся в онлайн-формате, они не прекращены, и мы надеемся, что в будущем все-таки у нас получится встречаться в очном формате друг с другом. У меня еще один вопрос к вам, если позволите. Вы говорили о том, что британские и российские вузы участвуют в программах обмена своими молодыми учеными и так далее. Ученые сами определяют, участвуют в таких программах обмена или нет? И кто определяет им предмет исследований? Да, конечно, предмет исследований определяется самими учеными, вузами, конкретными заявителями. Естественно, необходимо выработать изначальные связи с британским или российским партнером. Дальше подается заявка нам на проведение конкретного семинара, который посвящен конкретной предметной области. Да, большое спасибо. Это было очень полезно. Спасибо, Валентина. Пожалуйста. Переходим к следующему докладчику. Хорошо. Бен, расскажите, пожалуйста, о тех проектах, в которых вы участвовали, и немножко расскажите о вашей аспирантской работе. Моя аспирантская работа связана с реконструкцией сдвига льдов на Кольском полуострове, по всему северному побережью, можно сказать, российскому. И мы используем дистанционное зондирование Земли, соответственно, это спутниковые снимки. Ну, конечно, мой проект предусматривает и проведение полевых работ. Мой научный руководитель участвовал в программе «Интеракт». Соответственно, есть в Хибинах на Кольском полуострове исследовательская станция, которая входит в программу «Интеракт». И я работал с коллегами из Кольского исследовательского центра Российской Академии Наук. То есть мне приходится полагаться целиком и полностью на российских коллег в плане проведения полевых работ. Мы только можем планировать, а так, в принципе, вся логистика и организация всех работ ложится на плечи наших российских коллег, поэтому нам приходится полагаться на них. Но при этом мы, конечно, оказываем всяческое содействие и всяческую помощь, когда это возможно. Что касается прогресса по проекту, мы опубликовали две научных работы. Одна из них сделана была в соавторстве с российскими коллегами, вторая была подготовлена при помощи российских коллег. И надеюсь, что в ближайшем будущем мы опубликуем еще ряд работ, в которых будет рассказываться о совместных проектах. Что касается еще дополнительных проектов, я участвовал в проектах, спонсируемых британской полярной сетью через программу Arctis. В Мурманской области в Апатитах проводились исследовательские работы, соответственно, я принял участие в этой программе обучения по программе Arctis и от социологии перешли к изучению различных других предметов областей научных и начал работать с британскими и российскими учеными, которые работали в этом регионе. Да, и участвовал в программе Arctis 2020, уже как участвовал в деятельности организационного комитета, мы были в Ханты-Массийске и других российских регионах. И, мне кажется, этот курс открывает широкие возможности для молодых ученых. Вот, например, посмотрите на меня. Очень многие ученые использовали предоставленные им возможности для того, чтобы начать реализовывать текущие проекты либо расширить уже осуществляемые. В прошлом году мы, естественно, из-за ковидных ограничений не смогли приезжать в Россию, поэтому пришлось перейти в онлайн-формат, и приоритеты были пересмотрены. Мы у научного сообщества спросили, а какие, с вашей точки зрения, научные приоритеты будут играть важную роль в будущем? Вот Сауле уже о некоторых из них рассказала в начале вебинара. И конференции проводились также в онлайн-формате для того, чтобы обсуждать различные приоритеты, а также способы преодоления проблем, с которыми приходится сталкиваться в различных регионах. Мы обсуждали такие вопросы, как сделать арктические районы более доступными для исследователей и ученых. Спасибо. Бен, об очень интересных вещах вы рассказали, тем более, что ваши проекты реализовывались непосредственно на Земле, что называется, в России с российскими коллегами. А вы не могли бы подробнее рассказать о программе «Интеракт», раз вы о ней уже упомянули. Конечно, «Интеракт» это сеть исследовательских центров в Арктике, и через программу «Интеракт» можно подать заявку на проведение полевых работ на одной из этих исследовательских станций. Обычно речь идет о кратковременных проектах, максимум месяц, если я не ошибаюсь. Поэтому мы, например, побывали в Хибинах на исследовательской центре станции в Хибинах и проводили полевые исследования под Самарой в 2019 году. Я, честно говоря, не знаю, сколько исследовательских центров, станций российских входит в эту сеть «Интеракт», но их достаточно много, и до них достаточно просто можно доехать. Если возникают какие-то сложности, то научные руководители помогают определить, на какой лучше поехать исследовательскую станцию, какие ресурсы потребуются. И, по-моему, даже есть отдельный веб-сайт, где перечень этих исследовательских станций есть с картой, указывается их местоположение, там рассказано, какая есть инфраструктура, как подать заявку. Мне кажется, что это прекрасная вещь, которая способствует развитию сотрудничества на местах. загуглите просто интеракт и получите ссылку на веб-сайт. Там перечислены все исследовательские станции, какие исследования они проводят и что вы можете сделать. Спасибо, Бен. К вам еще один вопрос. А с какими сложностями приходилось вам сталкиваться, когда вы реализовывали все эти проекты, и какими советами вы могли бы поделиться с молодыми учеными? Ну, я скажу, что самая большая проблема это языковой барьер. Вот этот барьер очевиден, но его очень трудно преодолеть, что называется. По-русски я говорю не очень хорошо, последние несколько лет пытаюсь его учить, но прогресс очень медленный. И мои российские коллеги, которые участвуют в реализации научных проектах, тоже по-английски не очень хорошо говорят, поэтому мы говорим на так называемом рунглише, то есть это смесь русского и английского, большую часть. Но тем не менее мы друг друга понимаем, нам этого хватает. Но тем не менее надо попытаться хотя бы выучить язык, на котором говорят ваши партнеры. Потому что вы примерно понимаете, чего вы хотите друг другу сказать, что вы хотите донести, рано или поздно языковой барьер будет преодолен. Еще одна большая проблема это, конечно, получение разрешений. Это очень сложный процесс, очень длительный процесс. Например, для того, чтобы вывозить какие-то образцы или ввозить образцы в Россию требуется получение разрешений, а это очень долго. Поэтому терпение, понятное дело, что против системы не пойдешь. Поэтому надо вежливо ко всему относиться с терпением и рано или поздно разрешение вы получите. Спасибо, Бен. Ну и, собственно, возвращаясь к языковому барьеру. во времена пандемии, когда все переехало онлайн, очень здорово, что теперь стала доступна функция синхронного перевода, когда все в режиме реального времени переводится. И, понятное дело, что технически подкованные люди теперь могут принимать участие в таких мероприятиях с синхронным переводом. понятное дело, что в полях языковой барьер труднее преодолеть. Так, Сауле, раз вы уже с нами, кстати, для аудитории, если вы хотите задать какие-то вопросы нашим докладчикам конкретным, либо какие-то общие вопросы, поднимайте руку, либо пишите свои вопросы в чате, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Сауле, хочу предоставить вам слово для того, чтобы вы рассказали о том, какой работой вы занимались, потом ответим на вопросы. Если есть какие-то общего плана вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Сауле, пожалуйста, вам слово. Расскажите, пожалуйста, о вашей работе. Большое спасибо, Рианан. Знаете, что касается научной работы в России, я мало чем могу похвастаться, однако я организовывала курсы, такие как Аркти в 2019 году, в 2020 году, о чем рассказывал Бен. Действительно, исследовательские станции Интеракт участвовали в обеих программах Интеракт, и мне кажется, что работа в полях это прекрасная возможность вообще закрепиться в российской Арктике, и как Бен правильно сказал, надо выстроить первоначальные связи. Для меня было очень отрадно принимать участие в организации и первого курса, и второго курса, я встречался с огромным количеством разных людей, очень много связей удалось наладить. Кстати, я вот с российскими коллегами общалась, и они говорили о том, что было бы здорово начать один из проектов, мы пытались найти источники финансирования, я не являюсь членом профессорско-производительского состава, я аспирант, и поэтому очень трудно найти источники финансирования для таких проектов. Дополнительные возможности появляются, такие как текущий вебинар и другие мероприятия, в организации которых мы принимаем участие, очень здорово встречаться с разными людьми, пообщаться, узнать, какие проекты реализуются в той или иной стране, вот собственно такие идеи дальнейшей работы у меня есть по поводу будущего периода. Хорошо, а какие рекомендации, какой совет вы могли бы дать молодым ученым, которые только-только начинают сотрудничать с иностранными коллегами? Вот Арктис, это прекрасная программа, вот это практический опыт, возможность получить практический опыт. Как вы думаете, это важно? Да, конечно. Очень много положительной обратной связи мы получили от участников программы Арктис. Ну, во-первых, все это организовывалось в Российской Арктике, поэтому это прекрасная возможность для британских коллег и для других иностранных коллег приехать в Российскую Арктику, в Сибирь, познакомиться с теми людьми, с которыми в противном случае у них не было возможности познакомиться. Вот, например, насколько я понимаю, Том ищет разные возможности сотрудничества, но не все настолько активны и уверены, особенно на ранних этапах научной карьеры. И мы в прошлом году провели исследование, опрос, и оказалось, что молодые ученые на ранних этапах своей карьеры стесняются, они не настолько смело могут взять и написать профессору-иностранцу и сказать ему «Добрый день, хотелось бы с вами посотрудничать». И очень здорово, что Том настолько проактивно действовал, но не все обладают такой смелостью. И программа «Арктис» — это прекрасная возможность для людей хотя бы начать сотрудничество. Валентина правильно упомянула, что очные встречи очень важны, потому что на вебинарах, на официальной программе люди не особо друг с другом общаются и знакомятся, а знакомятся именно в неформальной обстановке, там уже на полях, и я надеюсь, что потом эти связи выливаются уже в конкретные проекты сотрудничества. Да, вот когда участвуешь в конференциях, когда начинаешь общаться с разными учеными, исследователями, то действительно понимаешь, что именно в ходе неформального общения вырабатываются идеи, и вот неформальное общение в ходе очных мероприятий не заменишь онлайн-конференциями, да, с этим согласна, и вы правы, абсолютно были, сказав, что Том действовал очень проактивно. Программа «Арктис» — это замечательная программа, потому что вы все находитесь в одной лодке, что называется, группа подбирается новичков, они полны энтузиазма, и все заряжены энергией, готовы работать над проектом. Да, действительно, это прекрасная возможность для людей начать выстраивать сотрудничество. Ну и, собственно, вопрос абсолютно логичный. Будет ли проводиться программа «Арктис» в очном формате в будущем? Сложный вопрос. Я надеюсь всеми силами души на это, что будет в очном формате проводиться эта программа, но положительная обратная связь, которую мы получали, говорит о том, что это прекрасная возможность для новых участников. Мы вот с теми людьми, которые последние два года учились в аспирантуре, еще и не встречались, и надеюсь, что у них будет возможность поучаствовать в очных курсах. Кто-то с Дальнего Востока нам в прошлом году порекомендовал провести такой курс у них, потому что Арктика, Сибирь и так далее, но тем не менее все в Западной Сибири почему-то остаются. Мне кажется, что надо охватывать и другие категории участников и молодых ученых. Но, опять же, если вспомните, что я показывал в дорожной карте, да, вот опять же, гиперссылка уже в чате есть, в прошлом году мы пришли к выводу по результатам опроса о том, что было бы полезно разрабатывать такие курсы, как Арктиз, но только более долгосрочные. И было бы здорово проводить такие курсы каждый год. Если кто-то не смог поучаствовать, несмотря на то, что подал заявку, смог бы поучаствовать в программе Арктиз в следующем году, мне просто кажется, что не так много людей участвует в Британо-российском сотрудничестве в проведении арктических исследований, поэтому мне кажется, надо привлекать как можно больше людей. Я целиком полностью с этим согласна. Да, простите, пожалуйста, за то, что я не смогла напрямую ответить на ваш вопрос, но просто из личного опыта исходя могу сказать, что было бы здорово провести такую программу снова. Да, целиком полностью согласна. Собственно, у нас осталось 10 минут, и поэтому я хочу спросить у всех наших докладчиков. Российско-британское сотрудничество, как оно повлияло на лично ваши карьеры, и какие преимущества вы увидели? это касается какого-то незначительного воздействия и каких-то мелкомасштабных проектов и крупномасштабных проектов. Том, с вас начнем. Как на вас повлияло такое сотрудничество? Да, хорошо. Ну, просто возвращаясь к тому, о чем говорил о Сауле. Почему я так проактивно действовал? Потому что я был тогда наивный, молодой, многого еще не знал про открывающиеся возможности. Если бы у меня были знания и доступ ко всему тому, о чем вы сейчас говорили, то мне не пришлось быть настолько активным. Что касается влияния на мои исследования, ну, естественно, у меня раскрылись горизонты, особенно в той области, в котором я проводил исследования. Я эколог по образованию, но я занимался государственными политиками и вовлечением всех заинтересованных сторон. И на более поздних этапах научной карьеры уже начинаешь понимать, насколько важно сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами. И, кроме того, я уже сказал, что я смог выставить связи с учеными, которые входят в сеть молодых ученых. Опять же, это и друзья новые, и связи с иностранными коллегами, и возможность проведения исследовательских работ. И это касается не только морских исследований в Арктике. Да, абсолютно согласна с вами. Да, конечно, комфортно работать только со своими коллегами в своем ВУЗе, и очень трудно выстраивать связи с иностранными коллегами, но это всегда полезно. Да, согласен с этим. Бен, хотите что-то добавить? Ну, я скажу, что, конечно, британсо-российское сотрудничество мне очень помогло в проведении исследований. У западных стран исторически так сложилось, что у нас нет доступа к научным публикациям на русском языке, поэтому и у нас очень высокий был уровень неопределенности по поводу того, чего ждать, приехав в Россию. И, знаете, я благодаря сотрудничеству смог получить доступ к публикациям, научным публикациям и работам на русском языке, и оказалось, что есть огромнейший багаж знаний, которые для меня раньше не существовали, но оказалось, что этот багаж-то есть. И, естественно, это очень сильно помогло мне в проведении исследований. работ. Целиком и полностью согласна. В разных странах по-разному проводятся исследования, и если вы получаете доступ к этим исследованиям и к тем людям, которые проводили исследования, то получаете дополнительные плюсы и преимущества при проведении собственных исследований, зачем дублировать то, что уже до вас было сделано. То есть вы можете подчеркнуть дополнительные знания. Сауле, хотите что-то добавить к вышесказанному? Да. Что касается лично меня, то встречи с другими людьми, выстраивание дружеских взаимоотношений, это очень важно. И я надеюсь, что я, когда буду писать седокторскую, смогу вступить в Ассоциацию молодых полярных ученых. Вот уже три года мы работаем по совместным проектам. Естественно, это очень сильно повлияло на мою работу. Кстати, начали появляться и новые навыки, о которых мы редко задумываемся. Например, у меня появились навыки неформального общения, выступления с презентациями, общения с людьми. То есть это навыки, коммуникационные навыки, которые развиваются у вас, когда вы начинаете участвовать в таких мероприятиях, как сегодняшняя, когда общаешься с представителями других организаций, таких, как полярная сеть британская. И поэтому вот примерно так. То есть у меня акцент делался на выработке коммуникативных навыков, а не научной работе. Коммуникативные навыки, навыки межлично общения важны в любых сферах, даже если вы перестанете заниматься научной деятельностью, они вам пригодятся. Да, действительно, командная работа, слаженность, это очень важно. Командная работа всегда важна, если вы собираетесь работать дальше в рамках совместных проектов. То, как мы друг с другом общаемся, это тоже важно, в том числе и в науке, и в любых других областях. Юлия, хотите что-то добавить? Как сотрудничество повлияло на вашу карьеру? Здравствуйте, спасибо большое, Рианан. Я хотела не очень привычно мне выступать на русском языке в нашем замечательном российско-британском пространстве проектном. Спасибо, и очень интересная дискуссия получилась, очень интересная беседа. Конечно, российско-британское сотрудничество активно повлияло и на мои навыки и организационные, и в том числе научные навыки, мыслительные, и я тоже хочу согласиться с коллегами о том, что большой круг друзей у меня образовался и в России, и в Великобритании, и это очень здорово. Я бы хотела обратить ваше внимание на то, что сейчас очень активно у нас, особенно на арктической повестке, на арктической арене, обсуждаются вопросы не только председательства России в Арктическом Совете, но и начинаются дискуссии по поводу того, что нам скоро, на самом деле не очень скоро, но все равно предстоит Международный Полярный Год, который предыдущий был своего рода прародителем Ассоциации Молодых Полярных Ученых. И мы с вами сейчас пока еще в позиции молодых ученых, но когда наступит следующий Международный Полярный Год, это 2032-33 мы уже будем с вами состоявшимися учеными, особенно те, кто собирается оставаться в академическом пространстве, и все это сотрудничество, которое у нас сейчас набирает обороты российско-британское, я думаю, оно выльется в устоявшиеся связи, и мы будем с вами писать замечательный проект и издавать разные научные книги и ездить друг к другу, я надеюсь, чаще и проще, и я надеюсь, что все горизонты для нас в этом смысле будут открыты, и сейчас мы закладываем такой фундамент для будущих наших с вами академических связей. Спасибо, Юлия. Валентина, вы хотели что-то добавить к вышесказанному до того, как мы закончим мероприятие? Знаете, я ничего не могу сказать по поводу, с точки зрения исследователя, но как руководитель программы обмена могу сказать, что сотрудничество это то, что играет очень важную роль и воздействует. Я видела, как сотрудничество меняло жизни людей и содействовало разным положительным моментам. Да, целиком полностью согласна. Татьяна, что-то хотите еще добавить до того, как я завершил сессию? Спасибо. Да, буквально хочу сказать, что очень здорово было иметь возможность поучаствовать в этом вебинаре. Очень здорово, когда мы привлекаем молодых ученых и коллег, которые занимаются арктическими исследованиями, к таким обсуждениям. мне кажется, что они позитив приносят в нашей дискуссии, тем более, что мы обсуждаем различные возможности, которые появились за последние четыре года, с тех пор, как Россия и Британия начали сотрудничать по направлению арктических исследований. Исследовательские центры, вузы, британские и российские друг с другом начинают взаимодействовать. Я горжусь теми достижениями, которые мы продемонстрировали в научной области. Мне кажется, продвижение знаний, обмен передовыми практиками создают дополнительные возможности для всех наших коллег. Потому что все те проекты, которые мы реализовывали последние несколько лет, выливались в долгосрочные и плодотворные партнерские отношения. Надеюсь, что в течение последующих десяти лет мы с вами будем продолжать также плодотворно сотрудничать. Спасибо, Татьяна. Мы ровно по графику идем. Большое спасибо всем нашим докладчикам. Очень интересная дискуссия получилась. Надеюсь, она показалась полезной нашим участникам и они смогли подчеркнуть для себя что-то новое по поводу сотрудничества между Великобританией и Россией по разным направлениям. Это и практические, и виртуальные мероприятия, социальное общение и естественные науки. Хочу обратить ваше внимание, что вебинары будут проводиться каждый месяц они будут организовываться Ассоциацией молодых полярных ученых и британской сетью. И в ноябре у нас будет следующее мероприятие, которое будет посвящено финансированию, то есть какие источники финансирования и гранты доступны молодым ученым. И в декабре мы с вами будем обсуждать языковой барьер и как преодолеть языковой барьер в рамках сотрудничества. В январе будем обсуждать законодательную базу нормы и регулирование сотрудничества между Великобританией и Россией. Следите за соцсетями и за нашим сайтом. В Твиттере, в Инстаграме, на нашем веб-сайте будет публиковаться дополнительная информация по этим мероприятиям. Если будут возникать какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь связываться. Надеюсь, что всем понравилась сегодняшняя сессия. На этом все. Большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok